Доброго дня, друзья! Знакомьтесь с очередной схемой финансовых аферистов. Вообще, это неожиданные и классные истории. И иногда даже порой удивляешься, насколько виртуозен мозг у мошенников. Сегодня мы расскажем вам о двух близких друг для друга людей. Ну, мошенниками их пока называть нельзя, но факты позволяют нам сделать правую оценку. Итак, обнажаем для вас только факты, основанные только на письменных доказательствах. Если все готовы, тогда поехали! Не так давно, в 2019 году, Калекулов является собственником Туана Ег. И он продал 50% доли уставного капитала некому Сагнаеву. Компания строила жилые комплексы Бикшен Рах. Строительство закончили, объект сдали. И в конце, как обычно, два учредителя Калекулов и Сагнаев рассорились. То ли из-за денег, то ли компанию не поделили. А может даже все вместе. Впрочем, это уже совсем другая история. Позже Калекулов вернул себе 100% долей Туана Ег и забрал половину у Сагнаева. Но, как оказалось, Сагнаев непростой чувак. Уходя, он успел кое-что с собой унести. Оказывается, у Туана Ег пропала целая Туошка. Туа Бикшен Рах. Это дочерняя организация. Организация. Вот представляете себе? Ну не зря говорят. Воруй вагонами, никто не заметит. Но это не про этот случай. Итак, давайте по порядку. Туа На Ег приобретает дочернюю организацию Бикшен Рах еще в 2017 году. И становится там учредителем. Через два года, в 2019 году, Калекулов впускает в свою компанию Туа На Ег Сагнаева и переписывает ему долю в 50%. У них равные права. И вот когда эти два учредителя рассорились, Сагнаев каким-то образом вывел из Туа На Ег дочернюю компанию Бикшен Рах. И для нас это загадка. Мы здесь стали расследовать и выяснять, как такое могли провернуть. Все пропало. Вот посудите сами. Решение о продаже Бикшен Рах не выносилось. Какого-либо протокола общего собрания не проводилось. Какой-либо договор у нотариуса не заключался. Но вот как такое могло быть возможным? Не знаете? А вот вам схема. Так что учитесь. Сагнаев знает про договор купли-продажи Бикшен Рах 2017 года. Идет к тогдашнему продавцу Топаловой и просит ее написать в адрес Туа На Ег письмо для расторжения договора купли-продажи. И в тот же день 25.06.2020 года письмо охотно принимается и регистрируется за номером 14 директором Сагнаевым. Сразу же на следующий день 26 июня 2020 года Сагнаев отвечает письмом с предложением обратиться в суд для расторжения договора купли-продажи. То есть создается искусственный спор. Сразу через 4 дня 1 июля 2020 года Топалова, следуя четким указаниям Сагнаева, подает в суд исковое заявление о расторжении договора. Как по заказу РЕН-ТВ иск попадает к молодой судье Утигеновой. На ней мы остановимся чуть позже. Суд назначает слушание и истец Топалова и Сагнаев через суд заключают медиативное соглашение. Суд, несмотря ни на справку, где светятся два учредителя, не взглянув в устав компании, без соответствующего разрешения учредителей, утверждает медиацию и прекращает гражданское дело. Замечательно, поразительно, гениально. Что можно сказать? Ура, товарищи! Суд впервые использован в качестве инструмента для узаконения фальшивых сделок. Можно назвать это сырым законом, служебной ошибкой судьи, коррупцией. Ну вот как угодно. Но суть и цель от этого не меняется. Компания выведена из правомерного владения. Ну и, пожалуй, здесь самое важное. Хотелось бы отметить, что Топалова истец является матерью ответчика Сагнаева. То есть это тот случай, когда мать подавала иск против своего сына. А вы говорите, что у казахов такое не принято. У яд болада. Но, как говорится, на что только не пойдешь ради выгоды. Два учредителя, как он имел право? Два учреди протокола общего собрания. Ну вот, смотрите, да, уважаемый суд. Договор купли-продажи заключался у нотариуса, правильно? Расторгаться он тоже должен у нотариуса. Но он у нотариуса не расторгался, потому что нотариус потребует протокол общего собрания. А суд здесь не потребовал. Поэтому вот мы сейчас пришли к этому нарушению. Мы же все понимаем. Это вопрос о восстановлении срока. Ну вот, поэтому мы сейчас хотим, чтобы мы были услышанными. У нас следующая идея идет. Поэтому, ну, собственно, дело понятно. Материал где он находится. Давайте я еще изучу. Ага. Вообще, друзья, об этом процессе мы узнали совершенно случайно. Когда вот мы проверяли ТУО НАЕК на предмет благонадежности. Мы тогда запросили документы гражданского дела. Нам сразу же ответили отказом. И мне пришлось вот скандалить с секретарем Утигеновой. И тут я заметил, что мне документы не дают специально. То есть вот тысячу раз я ознакомливался с гражданскими делами. И на тысяча первых мне Утигенова отказывает. Ну и мы понимаем, что здесь что-то нечистое. После этого мы сразу же закидываем частную жалобу на отмену. Нам сразу же Утигенова отказывает. Обратились в городской суд. Снова отказ. После этого Каликулов возмущенный уже сам подал частную жалобу. И снова отказ от Утигеновой. Вот какая-то вот у него крокодилья кожа что ли. В городском суде вот мы бились дважды. И вот чудо случилось. Реально нам сроки восстановили. Услышали нас. И сейчас частная жалоба у нас рассматривается по существу. Но как она рассматривается вы в принципе наверное уже видели. Ну Устав обязательно надо посмотреть. Потому что исходя из договора, который там есть, выходит, что как бы он умочит истекли апеллянка еще в 19-м году и по смыслу. Понимаете, да? Свобода договора есть или нет? В 19-м, в 20-м году уже соглашение было подписано. В любом случае пропустили срок, потому что есть расписка и где он прям прописывает, что не имеет. Дело в том, что пропустили, не пропустили. Сейчас об этом и идет речь, поскольку мы рассматриваем только вопрос о законности. Имеет он право или нет заново сейчас рассматривать это. Если действительно он имеет право участвовать, тогда ничто не мешает предоставить этим странам заново пересмотреть это, только уже по существу рассматривая. Если нет, тогда, значит, ну, понимаете, обратное решение. У САФ надо посмотреть. Да, да, да. В связи с УСАФ это согласуется. Решения вот по этому делу еще нет. И поэтому, чтобы сейчас не оказывать давление, мы не обсуждаем то, что происходит сейчас в суде. Мы лишь сейчас надеемся на справедливое и правильное решение. 2 марта мы обязательно расскажем, чем это дело закончилось. Продолжение следует. Друзья, вот самое интересное в этом деле, это то, что до этого мы имеем опыт, когда суды, видя, что происходит незаконное отчуждение имущества без соответствующего протокола общего собрания, тут же отменяют такую незаконную сделку. То есть суд там реагировал всегда. Вот есть даже приговор, есть постановление, есть решение смес, но всегда все делалось по закону. Сейчас об этом состоянии закона вообще говорить очень тяжело. Что там происходит в судах вообще непонятно. Вот здесь вот, на мой взгляд, суд городской, увидев, что там есть какие-то основания, есть второй учредитель, должен был сразу отменить это определение и отдать все в суд первой инстанции, чтобы они там все пересмотрели существо этого спора. А сейчас он проверяет какие-то полномочия, имеет право, не имеет право. Вот же есть документы, он является вторым учредителем. Ну, почему-то сейчас для суда этого мало. Гарантия судебной защиты в правом государстве должна быть превыше всего.